девочки всем огромный привет показываю что я готовлю сегодня сегодня на обед мы доедали манты которые готовил вчера у нас были вареники которые готовила позавчера и замораживала тоже отваривала там немножко было чтоб 10 и супчик оставался одна тарелочка муж доел вот сегодня на ужин я хочу приготовить сосиску в тесте и еще хочу капустный пирог испечь потому что когда я пику свою выпечку домашнюю да мы с утра можем с ней чай попить потом вечером зайти после огорода тоже чай попить нам очень удобно подогрел микроволновки и считай что у тебя уже какое-то блюдо есть я сегодня купила вот такие вот сосиски сейчас покажу вам сосиски по 260 рублей но это пуценка сейчас идет это сосиски молочной категории бы гостовские умкака самые вкусные сосиски я их очень очень люблю они очень вкусные настоящие мясные так сказать вот но цена конечно у них грубо говоря в два раза дороже просто сейчас скидка на них идет вот тесто у меня самое обычное у меня оставалось молоко водичка соль сахар дрожжи мука и растительное масло на улице тепло жарко и тесто поднимается очень очень быстро поэтому вот такое тесто у меня получилось сейчас хочу закрутить сосиски и поставить их в духовку закручивать буду несколько штучек еще с картофельным пюре тоже хочу такие сделать необычные потому что картофельное пюре осталось но выбрасывать извините меня тоже жалко так что займусь вот такой вот вкусняшкой потом покажу итог также хотела сделать сегодня нет сегодня уже делать больше ничего не будут сегодня только выпечку испеку и все на этом курицу надо будет разделать которую мы вчера купили потому что у меня в холодильнике и я боюсь что в такую жару она может пропасть сейчас поставлю сосиски и разделаю курочку как я умею вот такие сосиски в тесте у меня получились у меня лист после хлеба так что не обращайте внимание его не стал умывать убирать он у меня именно после хлеба ничего страшного а пергаментную бумагу я не стала класть это просто мука немножечко запеклась так сказать здесь у меня получается с картофельным пюре и получается без картофельного пюре вот теперь отправляю в духовку посмотрим что получится потом покажу обязательно курицу я разделила как обычно как обычно у меня все это происходит здесь у меня хребет полностью кожу я убираю вот некоторых местах только оставляю это у меня на один суп на большую кастрюльку получается жирненький вкусно наваристый бульон здесь у меня два окорочка и два крыла это у меня на еще на какое-либо блюдо и здесь у меня куриная грудка куриная грудка вы знаете в отдельности если ее покупать да она около 250 рублей за килограмм ну плюс минус да ну вот а когда сама курицу берешь и делаешь что разделяешь вот так вот то выгоднее получается поэтому я всегда использую там для вторых блюд для котлеток еще ты какой-нибудь вкусняшки справляю все морозильник главное что не успел ничего испортится все я сделала вовремя готовлю начинку для пирога здесь у меня молодая капуста нашинкованная мелко не мелко она очень мягенькая быстро быстро потушится здесь на сковороде растительное масло лучок две штучки и морковка одна мелкая сейчас все это потушу немножечко положу водички потушится обжарится так сказать и потом будем делать пирог с тем же тестом мои сосиски в тесте готовы вот такие они печеные я считаю что печеные они менее вредные чем жареные конечно же но всегда хочется то жареного то печеного напекла целую смотрите гору ничего это немного потому что мы любим выпечку тем более домашнюю домашние навсегда вкусные аппетитные ароматные я смазывала яичком и потом когда уже вот достала из духовки я смазала сливочным маслом смотрите какое тесто вкусненькие там есть и с картофельным пюре получается и получается просто сосиска в тесте вот такие вот аппетитные готовьте моя любимая а еще мы будем готовить с вами пирог сейчас поставлю тушиться капустку начинка для капустного пирога давно уже готова выглядит она вот так протушилась капусточка немножко даже поджарилась посолила по вкусу сейчас буду уже делать пирог пирог тоже готов испекся я его смазала яйцом просто сбила яйцо как так же как сосиски в тесте противень после сосисок в тесте поэтому опять не обращаем внимание пирог получился нежным и воздушным там нарезки вам покажу вечером разрежем и попробуем девочки мальчики всем огромный привет я только с огорода зашла сейчас покажу сделала себе спрайт со льдом вчера заморозили лед на водичку морозитники меня муж любит именно спрайт со льдом сейчас попью и расскажу чем я занималась всем привет мои хорошие доброе утро сегодня я была в огороде карна картошки я полола картошку пить хочется ужасно на улице плюс 29 сейчас фу сейчас с утра в 11 часов сейчас 11 я в 10 выходил плюс 29 очень жарко вообще душно так прошла я немножко вот сейчас часик отдохну потом еще пройдусь потому что очень тяжело во-первых жарко во вторых еще тяпка работать тоже тяжело в моем положении это тяжелый труд это вообще немногие я думаю с этим справиться но приходится работать потому что у нас некому как вы знаете ну некому вообще некому некого просить и все приходится делать самой поэтому сейчас отдохну полежу а потом еще раз пойду и уже под конец потом вам все покажу где что я сколько и поработала готовлю сыр на сметанный соус для макарон точнее для рожков сейчас отвариваются рожочки здесь у меня куриная грудка поджаренная немножко далее залито это все сметаной с водичкой посолено по вкусу добавлено куркума для цвета и сыр российский грамм где-то 80 ну я потерла его на терочке и отправилась сюда сейчас закрою все крышечкой потушу и соус будет такой вкусненький готов и все на этом такой у нас будет простой и вкусный ужин всем огромный привет сегодня занимаюсь немножечко уборкой дома вчера целый день пахала в огороде сейчас покажу что я сделала а так я сейчас все пропылесосила здесь и здесь понемножечку сделала получше так сказать пыльно не знаю откуда пыль телевизор сабвуфер все вытерла чистенько все тряпочкой и здесь не стала вытирать думал потом вытиру кровати все заправила так немножко прибралась показываю фронт работ которые мы выполнили вчера точнее большей части я выполнила потому что муж пришел уже 6 и оставался небольшой клочок земли который надо было прополоть здесь у нас как вы помните все было в траве вот она мелкая как вам так показать здесь и сбоку все пололи мелкая вот такая трава на как ковром застелена да вот картошечка сидит одна одинешенько в некоторых местах картошка только выходит но в любом случае мы пропололи почти получается весь огород и вот видите там я еще полола в те дни да и все равно там опять выходит травка то есть там надо будет повторно пройтись чтобы было все чистенько ну а здесь мы прошлись только вчера поэтому ждем пока выйдет картошка потом будем уже покучивать жуков очень много на одном кустике по 4 жука я не знаю что такое вчера у меня ушло грубо говоря целый день четыре часа работы здесь вот в огороде но я же работал не постоянно то периодичностью я выходила поработала заходила потому что вчера было плюс 30 и в такой жаре очень тяжело работать вот сегодня нормальная погода хочу показать вам небо какое смотрите такое вот небо мне кажется будет дождь по крайней мере должен быть по погоде не знаю как будет ждем что будет но сегодня показывал дождь до кратковременной но на улице должно быть плюс 28 сегодня у нас 1 июня день защиты детей всех поздравляю всех родителей и детишек с праздником